Тема дня начинает работу в эфире Кубань-24. Здравствуйте! Необычное образовательное учреждение открылось накануне Нового года в Краснодаре. Называется «Папа-школа». Это проект Краснодарской краевой общественной организации «Союз отцов». И он для тех мужчин, кто не просто готовится к отцовству, но и стремится к активному и ответственному родительству. В школе научат находить общий язык с детьми, вместе играть и заниматься спортом. Кто будет преподавать в такой школе и как записаться на уроки. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это председатель «Союза отцов Кубани» Лев Долгов и педагог-психолог Светлана Кузикова. Здравствуйте, дорогие гости! Спасибо, что к нам пришли. Проект молодой, мне кажется, нужно о нем рассказывать. Тем более, такая замечательная инициатива. Лев Александрович, я так понимаю, что Краснодар не единственный город, где такой проект развивается. Но вот что именно вас, скажем так, заинтересовало в нем? Почему решили его привезти в наш город? Ну, вообще, сама тема отцовства сейчас достаточно активно пропагандируется. И я считаю, что сам, как многодетный отец, сталкивается со многими проблемами воспитания, в частности, детей. И я думаю, что и уверен в том, что именно вот такие проекты, такие какие-то обучающие, наверное, больше даже, они должны более активно внедряться в массы. И вот, соответственно, вот этот проект наших питерских коллег, ну, коллег, как сказать, они не больше не союз отцов, а партнеры, да. То есть там врачи детям организация, но у них большой опыт именно с подобными направлениями. И вот он разработан. И мне очень понравилась сама идея для того, чтобы донести отцам важность обучения, важность нахождения отношений с детьми. Поэтому я очень захотел, загорелся реализовать этот проект здесь у нас на Кубани. Хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, вы можете прямо сейчас свой вопрос задать нашим гостям. У нас работает группа ВКонтакте по номеру, не ВКонтакте, Ватсапе, а по номеру 8-918-126-000. Мы ждем от вас вопросов. Пожалуйста, пока мы в эфире можем вам на них ответить. И вопрос, наверное, к Светлане больше. Как правильно мотивировать мужчину, папу, для того, чтобы он пришел в школу? Ведь я так понимаю, что это довольно-таки тонкий процесс, да, психологически. Да, важно очень аккуратно, с уважением к папе, предложить ему прийти в эту школу. Но если папе сказать о том, что здесь он узнает о том, как общаться бесконфликтно со своими детьми, как выстраивать отношения с супругой в вопросах воспитания детей, что это ему поможет в целом выстраивать отношения, воспитательный процесс. Поэтому он может это услышать и прийти. А сколько у вас уже учеников, Лев Александрович? Ну, сейчас две группы. Мы разделили на две группы, чтобы было более комфортно работать. В пределах 80 человек. Может быть, 12. Посмотрим в каждой группе. На сегодняшний день, по-моему, 16 человек записано. Мы разделили их на две группы. И поэтому где-то плюс-минус 10-12 человек. Вот рассчитываем, чтобы в каждой группе было. Что в себя включает учебный план? Чему там могут научиться слушатели? Ну, там 8 уроков, 8 занятий. Они в каждое занятие в себя включают определенную группу тем, которые, ну, так поэтапно отцов подводят, ну, так, цепочечка такая, да, к пониманию, к структуризации отношений. И важно, что там будут занятия, которые практически занятия, или домашние занятия, можно сказать, задания, да, которые будут отцы выполнять своими детьми. И, соответственно, затем они делятся между собой, такой нетворкинг. Опытом, да? Нетворкинг, да. И, соответственно, как-то инсайты, так сейчас модно говорить, которые люди делятся, и приходят им решения, нахождение, понимание. Ну, то есть, это такой вот именно творческий процесс, это живое все. Кстати, очень интересный аспект. Я когда готовилась к эфиру, прочитала вот опыт работы, потому что еще многие города в этом участвуют, и основоположником программы Швеция выступает. Они говорят о такой особенности, что для российских пап важнее опираться на мнение специалиста, а для европейских и шведских, в том числе, на мнение таких же отцов, как и они. Как вы думаете, Светлана, почему так получается? Доверие, это, наверное, к вопросу обучения взрослых. Есть такая наука андрогогика обучения взрослых. И доверяют именно тем, кто знает. Специалистам, экспертам, да. Понятно. Мне подскажут режиссер, у нас уже есть один вопрос, нам написал Сергей, он спрашивает, когда же буду ходить в вашу школу, если я на работе? А, ну, у нас вечернее время, с 19 часов занятия, 2 часа до 21, это в будние дни, и после обеденное время с 15 до 17 в субботу. Ну, поэтому я думаю, в принципе, найти это время. Ну, обычно до 6 рабочий день. Занятия платные? Как к вам попасть? Нет, занятия бесплатные. Занятия бесплатные, соответственно, телефончик мы можем либо сказать сейчас, либо можно нас найти в социальных сетях, есть реклама, и мы практически в всех социальных сетях, наши аккаунты есть, там есть контактные телефоны, и, соответственно, пуль звонят. Вот телефоны как раз на экране. Да, 245-70-66. Любые желающие отцы пускай звонят, и, соответственно, я скорректирую, определю, запишу, все расскажу. Кстати, такой интересный проект тоже развивается в Волгодонске. Мы сегодня нашли таких людей. С нами на связи Ольга Владимировна Гришина, координатор проектов регионального ресурсного центра «Здоровая семья». Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Знали, что в Краснодаре есть школа ПАП, такая вот ПАП-школа? Про Краснодар? Нет. Нет. Ну вот они тоже сегодня с вами впервые познакомились, поэтому ждите от них звонка. Хочу вас спросить, вы почти год работаете, как идет реализация проекта, какие, может быть, интересные, неожиданные оказались выводы, может быть, в конце года можно уже сказать? Да, на протяжении года нами внедряется новая технология помощи мужчинам, да, в виде новой технологии это открытие ПАП-школ, да, у нас в городе Волгодонске и в Ростове-на-Дону, именно в детских садах, в школах и при женских консультациях, при роддомах. То есть на всех аспектах получается, да? На всех уровнях. Когда только папа понимает, что он скоро станет отцом, вы уже его поддерживаете и начинаете готовить? Да, да, мы получили поддержку при Центре планирования семьи города Ростова-на-Дону, город Шахты подключились к работе и мы считаем, что это очень важно, да, на этапе, когда папа скоро станет, вернее, мужчина станет скоро отцом, да, и о том понимании, что происходит с женщиной, как он может помогать, что он может делать, потому что, да, так исторически сложилось настроение, да, что папы как-то выключены, да, на самом деле очень мало вовлечены, да, в решение проблем, воспитание детей, вот. И наши папашколы, они, конечно, ориентированы на то, чтобы повысить роль отца, повысить, да, вот этот вот уровень отцом. Да, отцом, наверное, да, папы. Ольга Владимировна, хочу спросить, какие итоги, может быть, с предложением выходили к вам ученики ваши, да, так в кавычках говоря, или, может быть, интересны, подсказали вам направления в дальнейшем, в которых стоит работать? Да, нам, конечно, на протяжении года реализуется проект при поддержке президентских грантов, да, но, знаете, конечно же, трудность, с которой мы столкнулись, мы обучили модераторов, у нас и в Ростове, и в Волгодонске есть мужчины-модераторы, которые ведут эти папашколы. Проблема и трудность возникла в том, что низкая вовлеченность отцов, да, то есть мотивация именно мужчин посещения папашколы, а папашколы бесплатно, да, то есть нами там предусмотрено 7 занятий, которые бесплатные, но как раз-таки, знаете, вот такая роль мужчин у нас в России больше добытчиков, да, то есть я же зарабатываю деньги, чего еще, да, про какие группы, да, что я еще должен сделать, зачем нужны вот эти папашколы, да, конечно, вот на протяжении года мы про это рассказываем, объясняем, то есть зачем это нужно, и, конечно же, папы, когда понимают, что это, знаете, как, не просто, что они придут, Это полезно для них самих, да? Для них самих, да, когда они понимают, что они могут получить у нас помощь, они, конечно же, с радостью приходят к нам вновь и вновь на занятия. Спасибо большое вам, Ольга Владимировна, что смогли с нами пообщаться, правда, очень интересная информация. Согласны, Олег Александрович? Да, да. Что сложнее всего папу заманить в школу. Наверное, это основная проблема, наверное, вообще в мужском направлении и, ну, говорится, отцовская мужская тема, она вот именно с этим сталкивается всегда, что отцы очень тяжело вовлекаемы в какой-то процесс. Есть активисты, есть инициативные отцы, но на самом деле, к сожалению, их очень мало. Мамы как-то и женщины более, если что-то где-то, она сразу начинает там решать двигаться. Ну, согласен, да, с коллегой, что это проблема. Мы, кстати, с коллегами смотрели ролик из журнала «Фитиль» 1978 года про то, как сделать так, чтобы мужчину подтолкнуть к занятию, скажем так, не буду говорить женскими делами, общими, да, делами. То есть, получается, эта проблема, сами понимаете, сколько лет уже. Она не вчерашняя, не позавчерашняя. То есть, речь идет не в одном поколении. Это менталитет, наверное, российский, скорее всего. А как его можно поменять, на ваш взгляд? Ну, вот только процессом, маленькими шажками, шажками. Примером других, да? Примером других, шажками, какими-то проектами, то, что реализуется мужскими организациями, мужскими какими-то сообществами, то, что пропагандируется. И, соответственно, важно включение СМИ. Чтобы понять, что ты не подкаблучник, а просто человек, которому небезразличные дети. Здесь, потому что вот наше воспитание, которое проходило, вот, к сожалению, оно сместило понимание многих вопросов немножко не в ту сторону. Поэтому мужчина у нас, да, правильно, только добытчик. Я заработал деньги, все. А воспитание, к сожалению. Думаю, просвещение еще важно. И психологическое просвещение в том числе. У нас в культуре нет пока еще обращения к психологическим знаниям. И психолог как-то страшен идти на какие-то занятия. Я где-то буду рассказывать про возрастную психологию. Как это, я не знаю, что ли, я уже могу. Хотя все почитывают книжечки вот эти всякие разные. Вот, этот процесс идет, развивается. И в любом случае перспективы хорошие. Можно ли сказать, что, например, опыт иностранных психологов, например, американских, которые очень популярны у нас в литературе, очень много моих знакомых семейных тоже их читают. Я имею в виду взаимоотношения к семье. Они могут быть перенесены, вот эти вот моменты, именно на российскую семью, либо нет. Как вы думаете, как психолог? У нас свои особенности, конечно, менталитет, наш российский свой. Ну, хорошие есть разработки наших зарубежных коллег, что можно адаптировать к нашим условиям и применять. Как правильно маме объяснить мужу, что вот можно все-таки заинтересоваться таким проектом? Светлана, маме важно найти подход. Не пугать мужчину, не говорить ему. То есть это должно быть сказано не в формате скандала. А вот если бы ты ходил из школы пап... Да, да, очень договариваться с папой нужно. Не нужно его пугать. Говорит, вот, пойди поучись, пускай там тебя расскажут. Леонид Александрович, что мужчину может заинтересовать в формулировке, а не сходить ли тебе в школу пап? Хороший вопрос. Наверное, если бы я узнал стопроцентный ответ на этот вопрос, то намного было проще бы привлечь отцов. Потому что вот на данном этапе сейчас, когда я проводил презентации для пап, для мам, там в садиках школах где-то были, там мероприятия, где я конкретно, будем так, ну хоть в коротком варианте, но я рассказывал, что и как. Но вот отцы, к сожалению, как-то вот понимают, есть, которые прямо сейчас звонят и говорят, вот я хочу, мне это вот непонятно, я хочу. У меня там много детей, вот я тоже хочу понять, у каждого разный возраст. Ну вот такие моменты есть, кто-то заинтересован, то есть это все-таки процесс воспитания, причем столкнулись с тем, что много пап, которые сейчас идут учиться, и звонят, интересуются, которые выросли без пап. То есть вот такая тенденция, которым что-то недополучили, а они сейчас понимают важность и должны отдать. Вот какие-то здесь моменты, но это долгий процесс, такой вот тонкий психологический, который нужно изучать и включать. Важно идти, важно идти в этом направлении. Прислушиваются папы к мнению женщины-психолога? Нет таких вот моментов, что не нужно мне указывать, я сам знаю? Смотря как подается эта информация, прислушиваются. То есть для них это важно в том числе? Какие самые главные итоги вы хотите получить, Лев Александрович, на выходе? Ну, основное, это чтобы отцы все-таки в рамках своей, как минимум, в рамках своей семьи отношения с детьми стали ближе. То есть они стали больше участвовать, уделять время процессу воспитания и вообще взаимодействию с детьми. Соответственно, через эти отношения с детьми будут выстраиваться более лучшие отношения с супругой. Соответственно, и в рамках своей семьи, как ячейки, так у нас, да, модно говорить, то есть уже будет более добрая и дружеская атмосфера. Чем лучше отношения, тем больше вокруг положения с детьми. Дети несут эту любовь и доброту, они это несут дальше. Ну, то есть это вот цепочка выстраивания, поэтому чем больше отцов будут вовлечены, тем больше они смогут наладить отношения и понимать, да. И то есть это будет вот нарастание, и наше окружение, вокруг окружения наших детей будет лучше, лучше, лучше. Это самое главное. Я вам от всей души желаю, чтобы это реализовалось. И не через пять поколений, а ну хотя бы в течение двух-трех лет уже. Мы будем вам помогать, правда. Спасибо большое. Это тема дня, мы продолжаем эфир Кубань-24, оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо.